приветствую всех зрителей моего канала это 32 часть видео прохождения игры baldur's gate enhanced edition сиеча dragon spear на максимальном уровне сложности игры legacy of baal соло это видео обещает быть очень динамичным дело в том что пришло время брать штурмом лагерь я уже немного изучу этот вопрос потому что очень тяжело в драгон спире проводить сложные битвы и хотят стать массовые а почему тяжело потому что настолько много врагов так еще и на сложности legacy of baal нет полно жизни сил у магов заклинаний плюс 12 уровней и одним героем без поддержки очень тяжело маленькую поддержку мы себе сейчас обеспечим конечно но ее явно не хватает и кстати ясно теперь мне зачем здесь мы нашли вот такую классную штуку как подносящие споры миконита какие говорил миконит как и скелеты не обращают внимание на ядовитое облако это значит что через это облако мы и будем играть плюс эти споры можно перезаряжать продав и выкупив так что это один из лучших наших призывов после скелетов на данный момент не знаю продумали возможность этих миконита получить именно из-за легаси в бал но а тут они именно помогают так джам вен ме пасме а давайте попрекалась мне кажется или это растение разговаривает спасить нас мен спаси нас ты пытаешься это сказать хорстер помоги мне умираю освободите или развеете не двигайтесь посмотрим что и посмотрим смогу ли я помочь нет нечем у меня их развивать поэтому придется вот так вот корни перебить булавой джамин ах спасибо прошу прощения за беспорядок мы несколько дней были ловушки этой дреной лызы не стоит благодарности так подождите а не других вариантов как же ты застрял меня зовут джавмен это хорстер когда-то мы были частью круга друидов который в итоге стал темным и развратным развратным это конечно слово интересно извращенными еще могу понять или причем не в смысле извращения смысле что извратили его дух ну или доктрины джавмен лидер нашего круга ферруск был когда-то великим друидом но он изменился он одержим мутацией выпускает мир и отвратительные результаты его нужно остановить и поможешь нам давай сбавим обороты я хочу знать больше прежде чем вязаться войны друидов что именно мне нужно сделать у ферруска есть круг пещерах ниже корни это великое дерево проникает вниз его логово дерево разносит порчу которую он направляет местную природу мы зачаровали семя которое нужно посадить корнях деревьев чтобы очистить его от зла со временем болезнь распространяющийся по земле и гниение фауне леса исчезнут мы покажем вход пещеру и поможем пройти о другой вариант о том о чем я говорил их помощь очень пригодится пройти мимо стражи после этого найди темной группе посадить семя ты поможешь нам какая стража рядом со входом пещеру есть укрепление тебе скорее всего придется сражаться мы можем помочь в таком случае помогу тебе вот заколдованное семя как только она коснется корней дерева она пустит побеги и его магия проснется хорстер на востоке ты можешь на востоке ты найдешь вход пещеры если у тебя возникнут проблемы мы поможем тебе теперь иди и вместе мы заставим фируска поплатиться вместе вы остались на поверхности я иду пещеры сражаться с сильнейшим друидом который может управлять природой и направлены мутации делать уверен там монстров немеряно рядом с ним такова судьба героев как не буду говорить что мне напоминает этот желудок митировавшего зеленого цвета так спрячем его а то может дети смотрят видео и да раз я надеюсь на скелетов и никонидов мало ядовитых облаков просто не бывает кстати да нужно перезарядить будет много сильных врагов мне кажется несчастный урон ядом менее важен чем вывести их из строя причем что интересно хаос плюс его кину после понижения спас бросков будет минус 4 минус 4 минус 8 если процентах если считать что их максимальные спасброски 0 то есть только на крите можно их пробить то эти два заклинания сделают минус 8 ких не спасброскам ну по-настоящему это будет 8 если 50 проценты 5 и 8 40 процентов что заклинания сработает но так как там у них похуже спасброски так это почти гарантия так и что у меня значит спать спать еще раз спать до до битва обещает убить очень сложно придется сейчас использовать все ресурсы все возможные ресурсы и жезли кстати вне видео продолжая изучать заклинания нашел очень классную таблицу у бимдогов на сайте как обозначаются эффекты заклинаний на иконке но главное не это пишется чем эти эффекты вызваны чем можно предоставить их срабатывание и чем их вылечить и сразу видно заклинания которые просто очень как бы так сказать непреодолимы и как ни странно хотя мы могли в этом убедиться туда попадает заклинание заклинания эмоции отчаяния это просто ужас против него нет никакой защиты кроме сопротивления магии зелья успешных спасбросков ну и мало сферы отрицания то есть нет такого что прочитали на себя какой-нибудь там антистрах храбрости все и снимается но очень плохо снимается на только снятие магии никакое излечение не помогает нет вообще ничего нет нет против него контур спела не там не там настоящий потому что сферу нельзя считать такой она как бы просто не дает воздействовать но не защищает прямо смысле этого слова хотя результат один тот же вот такой интересный момент ну дальше пока еще не успел изучить но нужно посмотреть все возможные а кстати и к этим заклинаниям относится группа заклинаний сон эмоция отчаяния и приказы клирика нет очень радует потому что если я таки решусь играть клирика магом это хороший бонус а там есть массовый приказ да очень тяжело этим заклинанием пробить спас броски потому что никаких бонусов только под как его под великим проклятием что-то можно сделать проще будем пробовать как видите я отказался отраженного образа чтобы было больше облак ядовитых просто у меня есть камень кожи останется после сна ну и великая порча и мало сфера неизвенности просто когда я изучал то вот случилось это неприятности меня опять пробили эмоций она ждется у ребят налегать его балу врагов два хода это просто невозможно количество времени у меня убивать здесь пары тычков и вылечиться никак нельзя даже если бы была партия говорю не очень-то и что-то получится ради что кидать снятие магии и всех снимать еще и в кастовку круче страшная вещь а чего сюда зашел заговорился а кстати один момент еще когда играл black pits сколько я не проверял я рассказывал об этом несколько раз если загружать заклинание последовательность они действительно стоят одни единственное заклинание то есть не получится что вы зарядите последовательность заклинания не знаю нам превращение белку и тените его последовательностью и три раза подействует заклинание белки каждый раз свой спас-бросок у occurring или такое не пишется пишется один и лишь спас бросок и я всегда считал что таким образно вы не повышаете шансы срабатывания заклинаний вот это вот по спас броску которые уничтожают героя ну вот проверяю балдер с гей 2 и там странное происходит или я чего-то не знал и пишется спас бросок когда он успешен поэтому я не вижу на другой стороны почему белку не превратились или что-то другое но балдер гей 2 энхэнсед эдишен я кидал заряженные три заклинания палец смерти и получалось очень интересно получалось два урона и один раз палец смерти срабатывал дух из цели выходит в таком случае или они исправили механику или я неправильно оценивал но неправильно оценил получается несколько бы и внула будем считать что исправили механику таком случае это становится очень мощным оружием потому что естественно три заклинания подряд это три раза сложнее врагу прокинуть спас бросок это у меня это даже понравилось с другой стороны это могут и вас кинуть но но вряд ли я не помню такого чтобы последовательность такую страшную кидали какие-то враги может это на в моде с этом который тактику врагам улучшает делается я с другой стороны человек когда играет всегда старается не надеется просто на спас броски а ищет заклинания которые контр контр спелами является опять не что-то не понял мне что сон не удался до тяжело разговаривать и играть одновременно особенности нужно думать играть чем можно так готовимся и так ягуара мы обошли и готовимся к супер битве так по моему нужно сначала с ними поговорить просто так только потом будет битва попробуем вот у этого великана можно один раз попробовать упрасть не символ печатку кавилар и тогда можно без битвы проникнуть воров у меня нет не уверены что на лего себя вообще возможно это сделать тем более с первого раза поэтому единственный вариант чтобы не сражаться сразу в замке и подземелья а это очень важно потому что там много квестов много вещей прикупиться можно и тому подобное то нам придется здесь битвы выдержать и получить этот эту печатку так давайте я постою немного поиск ловушек ничего не нашли кстати почему я давайте подойду и постою светилище так первая ловушка есть вторая есть ну понятно понятно и не находится не кстати с первого раза понятно что одну ловушка никак не минует придется принять на грудь ладно это все неважно давайте поговорим с циклопом циклоп тебе нельзя туда идти это секретное место нужно было попробовать вещи на харизму одеть но что-то не помню такого ты с крестовым походом моя крестоносец ты не выглядишь как крестоносец ты уходи моя стоят остаться тут и сторожи тогда я пойду ты не слушаешь кайлар уходи а то торгу тебе руки добрый добрый циклоп хорошо ушел сохранился и сейчас нужно правильно призвать скелета правильно их запустить битва реально интересно массовая самое главное вот любят они здесь по массовость драгон спири она на лобби напомню враги не только сильнее их больше и вот мы в одиночку должны такую массу врагов который три с чем-то раза сильнее нас завалить очень жаль что мне нет какой-то последовательности еще мощной чтобы я скелета в держал так сказать два призвал три в уме мне очень не хватает именно скелета ну что поделать они долго держатся но потом все равно у них участь одна умереть читаю все возможные защиты ах да вспомнил что хотел показать и не показал хотел показать что сфере и вот вне видео проверял битва что если представляет мне сильно не везло что-то не дочитал но короче если полностью обчитаться у меня получается спас бросок заклинаний 5 и минус 5 то есть он 0 то есть эмоция отчаяния пробивает меня только на критическом промахе это получается что я два раза на критическом промахе кинул сфере и вот вне видео битве очень интересный момент так следующий по длительности о чуть не забыл без храбрости никуда что нарушил так вот длительная кажется нарушает святилище только молитва или песнь как она называется поэтому ее сначала нужно будет прочитать потом святилище все остальное просто дело в том что если вы после того как вас прогнал великан или точнее циклоп подойдете второй раз то начнется уже драка желательно чтобы драка началась с вашей подачи 1 ну то есть чтобы скелеты нанесли урон поэтому лучше подходить под святилищем чтобы великан с вами не заговорил ускорение ну и очень опасно как я говорил всегда маги маги это просто ужас на лобби так прочитал ли я да прочитал просто не видно куча заклинаний висит на героя не видно если малая сфера отрицания я надежда только на нее опять крит провалю так как мне было 5 минус 5 спас бросках да вот 5 минус 5 молитва помогла я так понимаю а как основной спасбросок понизился это свящей а как он стал сам по себе меньше странно так ну чтож вперед так вижу идите так враги теперь мне нужно очень аккуратно кинуть да кинуть ядовитое облако убежать читай 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 вот так кажется появились эти гады дело в том что здесь очень неприятное как это неожиданное появление кучи войск врага как они появляются из воздуха в огромном количестве очень сильные враги ума не приложу в любом случае желательно чтобы эти враги были заинтересованы не вам а вот кстати начинается их не появление что-то я все равно не дорассчитал все равно не появились и вот сейчас мы пытаемся их выключить хочется метнуть что-то но ничего не буду метать потому что о сработало так и давайте ка ребята всем мага маги это самые страшные ребята в этой игре все на мага можно кстати ослепите 4 раунда не боятся что не прибегут со мной разборки устраивать так стать они так сказать без сознания поэтому можно мага или других ребят ладно мага будет рубить скелеты опять обновим маг цель маг цель страх ой страх замедление опять обновим маг цель а я буду вора пытаться выключить пока он отдыхает можно попытаться кстати еще вот эту штуку кинуть ох телепортация путь и на вещь кажется с магом разобрались вора отлично молчание опасная штука она и меня может задеть мне это не нужно какое-то заклинание еще стоит кинуть да давайте кинем какое-то заклинание моё потом будем обновлять ядовитые облака пробую ужас пока работает великое проклятие потом конечно нужно перейти на парализацию отлично даже кого-то напугал обновляем как-то слишком все хорошо идет аж страшно закончились озлака что читай ох а подойдите еще работает хаос страшные уже ребята бегают вот их уже надо брать на парализацию давай же есть да давайте до рубить и все сюда и парализация как-то очень все круто получилось ох появились какие-то маги но это взялись сейчас скелеты начнут ложиться так раз два три скелета можно повременить еще эх не сработало это обидно очень очень обидно там парализованный один час очухается о провалил так подождите ребята он не нужно зарубите гнома опасный враг ну и раз он лежит давайте все мы туда скинемся ох еще один отлично так мне кажется пора призывать метанидов даже если их мало дело в том что у них есть где они ой всего один у них есть синический взрыв хорошая штука которая выключает врагов и не забываем что там здесь парализованный враг ох маг бегает уже добейте пожалуйста гнома гном встал еще добавок гном встал еще добавок гном встал еще добавок попробуем страхом пробить есть все с гномом про справились кстати по-моему эта штука пробивает а да может сверотрита не пробивает 4 уровень может быть есть все ребята забудьте всех мак мак молчание сферу отрицание мало никак не пробьет обновлять парализацию человек один стоит попробуем так и сделать есть бумага камни кожи отраженный образ полный набор попугаем вижу страх проходит сквозь сферу отрицания почему-то надо же я одним призывом скелетов так долго держусь а ну он кстати все приходит и приходит животные которых присылают друиды они обещали помочь мне стоять бегунец так ну-ка ребята давайте все сюда пусть враги сами приходят через облако кстати что у меня ничего хорошо да скелет это хорошо отработали ха друиды друиды призывают животных и эти животные полностью сдерживают врагов все ой полностью все закончилось мое счастье и вот тут вариант а кого-то железно ну не железно штраф четыре процента ой четыре на пять двадцать процентов на спас броски наверное начну с вора ой сколько вас ой сколько вас ой нужен страх слишком много врагов или мне придется убегать ладно вы правильно решили давайте мы убьем того кто к этому готов а я буду пока пытаться издалека парализовать врагов есть есть кто машет ты машешь тот парализован ой хорошо и пауки держатся до сих пор ой еще пришли зверушки от друидов кто то там еще не парализован ох не прошло все все сюда да очень хорошо когда количество врагов уже упало то как видите призванные звери ухитряются держать урон вот и по моему двигаешься у тебя жизни полно поэтому тебя первым нужно убивать так ну и можно еще сделать вот так чтобы если закончится действие да если закончится действие парализации ах я еще не попадаю так концентрация урона и таки нужно парализовать ох какой спас бросок у тебя крепкий вот это врагов а собралась тут а ты надоелся спас броском ну и а а и где-то еще один враг да или просто разбегаются друидские помощники все же наверно просто разбежались хорошо хух первый этап битвы выдержали что-то не подсказывает что за воротами будет еще один отряд поэтому туда я пойду только после того как хорошенько посплю и верну все эти заклинания которые были у меня в первом этапе не пользуюсь бутылками невидимости а нужно если прижмет никто и не может сбить чтение закона и чтение чтение распитие бутылки невидимости остановить нельзя сбить удара имеется ввиду и что и пьется моментально единичку наверное ну десятую раунду вот так правильно говорить здесь все измеряется в раундах сколько волшебной копии это хорошо это все деньги перезарядить жезлы у меня злостное подозрение что этот жезл парализации будет моим о с этого сциклопа печатка кайла будет моим спасением против демонов по дороге к финальной битве очень надеюсь что действует парализация потому что враги там очень сильные и призывов у меня не хватит и не уверен что можно спать короче страшные проблемы ну что больше нет волшебных вещей нет ну что ж пришла пора восстанавливать заклинания что мы там делали до облака перезарядка камни кожи малой последовательности да и опять будет сложная битва я так думаю да уйти подальше чтобы скелеты не вязались бой где враги ага увижу усы анкегов получилось ядовитый туман и кстати очень неплохо сработал хаос вы видели враги очень долго ходили выключены так ловишь и и это за решала потому на скелеты и выжили обычная используя смертельное облако но на лего сев бал клуб от него мало ну да ну даже если пробивает мага с мало серое отрицание то у него зеркальный образ это значит что она не мешает вычитать заклинания пропадает один из образов а даже если он он получит опять же не факт что у него чтение заклинания сорвется интересный момент так кстати ловушки не пропали хорошо все ли я сделал 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 вы потом проверить еще прочитаю все так а вот еще на ловушке все заклинания да теперь поспать чтобы боевые заклинания вернулись они хотят почему я стараюсь спать с поиском ловушек оказывается ловушки отрабатывают во сне все время поэтому таким образом получается вы точно их найдете интересный момент а анкеги почему не пропали если я поспал врагов не значит должны пропасть предыдущие враги а враги есть просто я не вижу усики на фоне земли так ну и наша песня хороша мы начнем ее сначала очень хорошо скелеты зашли мне понравилось если не ошибаюсь ворота можно открывать опять же не тратя светилище так мы и сделаем самый лучший вариант зайти по светилищам и травить скелетов они уже нанесут пару ударов как с великаном и потом только начинать проявляться из-под светилища лишний урон не всегда стоит играться в эти разговорные скрипты и слушать как тебя пошлют перед атакой хотя обычно стараюсь это сделать если там действительно какой-то разговор сюжетным этим я осложняю себя битву но более близко к реальность хотя здесь и так было ясно он же прогнал сказал еще раз появлюсь циклопа торвет мне руль то есть нет смысла здесь отыгрывать что вы не атакуете врага пока не понял что враг пока он не травят здесь все четко и опять же если возвращаться к теме что случайности спас броски каждый раз разный нужно будет опять делать проверку эмоцию заряжать и кидать много-много раз и смотреть будет будет ли такая ситуация когда будет спас бросок успешен но при этом кто-то из толпы врагов ляжет если да то значит действительно все уже не так как мне казалось или как как было и очень сильно будет решать пару последовательно сразу а что неплохо из последовательность есть мгновенное заклинание два по три есть сопряженность еще три ну случайность номер на заклинание мало последовательно слишком низкий уровень ничего с ней не добьешься но паутины добьешься песни еще нужно делать потому что тень еще наконец-то я уже изучил всю длительность заклинаний и последовательность их чтения чтобы был максимальный кпд не прошло и 32 часть так ловушки буду искать если одержу победу как я красиво выкрутился чтобы не говорить побежу победю тоже уже опыт так нужно не заболтаться поехали эх сюда бы скелетов на пятнадцатом уровне призываем огромный 90 процентов защиты магии всем тут был бы габздец простите за мой испанский давай читай я кстати еще ловушку на грудь возьму и надеюсь там не снять магии а то и придется на все сначала читать да нужно проверить что я там почитал а чего проверять я же заменил 4 туры все правильно случайность на месте ну побежали родные ухты ловушка не сработал я только раз аккуратно открываем 2 о врагов полно бой я гляну ох ребята сколько вас нет даже не буду дальше глядеть маг может не глядя кинуть заклинание если он там есть конечно и прячемся гадский медведь ну чего ты мы тебя тоже прицел уже сразу да так из-за угла вот так читать могу я заклинание давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай ребята там не ложатся как я ненавижу такие моменты так и пора ребят выключить из битвы а вы идите назад в облако или может замедлить чтобы не разбежались а потом выключить ну ладно это не обязательно хаос не значит что они обязательно будут разбегаться все 5 скелетов живы пока все супер зато хаос точно означает что ребята ну и точно большой шанс что они да птичек считать гадский медведь и чешки им код с тобой вместе подожди отлично просто немного подожди я немножко занят попытаться положить всех чтобы скелеты лучше работали что еще по моему это мага нет раз нет мага продолжаем увеличить количество излитых облаков и по моему нужно мне с медведем разобраться а теперь можем на всякий случай почитать в принципе молчание ой хорошо вообще супер все отработали на пять с плюсом ой 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 а фух это кролик я смотрю что отработала заклин заклинание и подумал что там вор под невидимостью так а медведя нужно выключить надолго потому что я долго буду его обстреливать о кого то еще видят скелеты отлично мишка мне больше не интересен ну-ка я вам помогу вдруг там кто-то хитрый и мощный ох сколько их там еще вон в краю кто-то был оказывается да здесь полно врагов еще еще полно врагов так ребята вернитесь я вас не вижу мне это напрягает не знаю сколько вас кстати чего я жадничаю отлично тебя желательно добить не хочешь умирать тут кто-то бегал с кружком над головой так и не понял кто это медведь слеп хорошо что я подготовился к этому моменту параличный восстал да что ж ты гад такой живучий давайте на всякий случай кинуть слеп если здесь кто-то бегает под невидимостью хотя ко мне кожа меня спасет от вора вот кто там есть нужно попытаться зацепить я не знаю почему я его не вижу или он под невидимостью или просто нужно подойти ох еще есть враги все жадность по боку давайте псианический взрыв вот отлично концентрируем урон на том кто парализован и угоняю в парализацию вот этого красавца а где псианические взрывы я не понял грибы вы мои родные кстати у меня же есть амулет который может прочитать снятие невидимости где-то красавец мы это и желуд этот желуд ассоциации вызывает одни и те же вот он застежка шлема иди сюда мне не нравится что может быть вор может быть белка но лучше подстраховаться все равно раз в день он перезарядится вот они пошли кто там застежку снять и оставить здесь чтобы она перезарядилась по-моему в мешке она не перезаряжается ребятам помочь отлично кто ты просто крестоносит вряд ли вор да лучник просто я его не видел а вот нет есть есть это это невидимка был вор невидимка почему я его не увидел а не видел до забора может идите-ка вперед сейчас проверим а там медведь есть почему не включается сохранение где этот медведь да и конид уперт опрет сюда значит я не понял что я должен управлять вашими атаками сами не могли догадаться помню что вроде бы атаковали и сами а может если не давать атаку насильно в рукопашку тогда не использует кстати надо на будущее запомнить и самому эти атаки их не пускать так михаил потапочно есть сохранение возвращаемся проверяем что здесь ну-ка центр идите так бутылочки не о чем но на продажу пойдут особенно джину ребята заходите в центр а я сейчас открою карту кони есть все победа так с ребятами нужно дай гады гады так вы мне извините загружусь я загружусь потому что я боюсь что вот эта штука должна одета квесты какие говорил мне здесь интересны и в разговор вступать нужно во всеоружие что там со временем по моему да сегодня будет наверное видео короткое я еще поговорю зайду внутрь посмотрим чего я так долго добивался так давайте уже сохраню здесь и теперь можно разговаривать не люблю когда эти скрипты заставляют нпс самих заговаривать не всегда можно управлять с кем они заговорят не с первым они вот в партии могут даже заговорить под невидимостью могут заговорить и самое главное герой может быть не готов к разговору то есть не иметь харизмы в данном случае ригах стой где стоишь я хорошо знаю как использовать свой меч и клянусь защищать джулан не бойся друг тебе у меня нет претензий я в ранглер балл кто ты джулан он в ригах мой сильный верный телохранитель я джулан вич лоран ршаменев рша ршаеменов и наследник трижды сожженного замка как только найду его некоторые говорят что трижды сожженный замок это миф но если это было бы так почему я вижу сны о нем раз в две недели хм ответь мне на это ух я не уверен ты говоришь что ты ведьма ригах я ее телохранитель а она моя ведьма я буду защищать ее ценой своей жизни джулан она опять за свое я просто не могу остановить ее это так утомительно ригах если у тебя нет к нам дела я предлагаю тебе идти своей дорогой о кстати я не хочу совать нос не в свое дело но ты ведь из рашемена у меня есть друзья которые родом оттуда правда я знала что попутный ветер принесет нам удачу пожалуйста приведи их сюда и представь нас пусть твоя рука будет сильной ведьма и берсерки ой как я не хочу это делать так предлагаю голосование если вам это интересно я в принципе в битве это никак не отобразится но нарушу правила прохождения соло и притащу таки минска и джахейру так что пожалуйста отпишитесь стоит ли это делать в принципе как я говорил все остальные квесты мы обошли благодаря высоким параметрам без участия напарников но один квест я знаю запора с халидами джихайрой если бы у меня была баджихайра и не был бы мертвый халид то он захотел детей подарок и я делал бы амулет но такое точно не делал бы это долго бегать просто привести в принципе можно так что отпишитесь что то еще вы хотите мне сказать или обязательно приводить держи дистанцию моя ведьма доверяет незнакомцам я более осторожен о а может я пойду без них это благоразумно что наводит меня на мысль почему ты говоришь это мой друг берсеркер минск никогда бы так не сказал некоторые любят ярость они готовы выпустить монстры при любом удобном случае другие используют это с умом я стараюсь быть в числе вторых молодец рассудительный минск прикольно вы не выглядите как крестоносцы должен предупредить вас что район не безопасен для обычных паломников и путешественников я покажу свою важность слабая рука может сильно ударить понял все таки нужно вести разумный подход но я уверяю тебя я не причиню вам вреда тогда ты понимаешь меня ты выглядишь таким знакомым мы случайно не встречались однажды в лунном свете так давайте ее предупредим о крестоносцах ответ такой же мы только познакомились около пяти минут назад взаимно конечно все понятно ничего я из нее не выжму это очень жаль а вы проголосуйте скажете стоит ли ради прочтения диалога привести значит откуда привести я их оставил а в лагере колец они все собрались они в любом случае в корицу нужно сбегать отдать амулет межены а потом нужно будет еще сбегать продать вещи и со временем наверное когда растрачу классный призыв перезарядить спор меккенидов ладно оставлю я пока одежду думаю там а стоп 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 мне же нужно перезарядить заклинание мне понравилась эта связка мекканида и скелета рулят давайте попробуем восстановить и очень круто все таки хаос в массовке он намного круче тем что выключает на почти однозначно врагов и даже урода нет урода урона нет да на ночь глядя начинаю косноязычить чего это нельзя отдыхать что за глупость а ловушки можно обходить нужно будет пользоваться этим он зверушки нет для тебя спать я не буду тоже можешь потом решить что я вкусный более светилище спадет сколько я уже врагов покрашиваю даже интересно а тут не ведется где-то количество уничтоженных врагов как это делается в фоллауте первом втором статистика хожу я уже треть года 113 дней ну да любимое заклинание создание нежити весь опыт мне всех убитых я опыт 55 количество убитых врагов странно почему 90 а то что 98200 65 они перебор это мясник очень мне радует меканиды очень просто вполне возможно не обещаю вводить в проспрацию своими спорами в принципе в крайнем случае еще есть жезл проблема всех этих высоких уровней сложности что вы можете провести одну максимум две битвы в максимальном своем обкасте с бутылками со всем потому что всего минимум вот все остальное время вам надо искать какие-то обходные пути как врагов выводить из строя или пробежать или победить через призыв поэтому получается что намного более долго нудно и тяжело сражаться со всякими этими миньонами которые по дороге вам встречаются к последнему финальному боссу босса бывает достаточно легко забить если вы знаете кто он что он и соответствующие преды подготовились отлично я думал что здесь нельзя не пройти но нет можно перезарядился можно спрятать тебя ну пошли знакомиться по идее меня символ должен спасти да никто не атакует это хорошо это мне нравится так не буду я начинаю здесь наверное разводить разговоры я хочу вам показать другое в прошлый раз рассказывал я читере админе братья и сестры которые введены создателями игры чтобы уничтожать героя если он нарушил сюжетную линию и сейчас я вам покажу так тут я заканчиваю да и ищем где еще предатель жив это было при входе в лагерь то есть мне нужно автосейв наверно вот глава 10 так и заодно я попробую еще один момент победить как я говорил вроде нельзя хотя я еще поиграюсь я с помощью редактора вставлю себе все что можно хотя меня напрягает один момент я не уверен что его это зато ее могли сам не будет атаковать я не уверен что ее заточение не пробивает все надо будет попробовать все таки ставить себе свиток заклинание защиты школы магии и вот он молодым кол если вы убить она приходит причем как я говорил если скелетами убить она не появляется так что в принципе давайте начнем со скелетов начнем со скелетов значит да сейвы есть могу кликса его затирать значит сначала за рублю скелета я покажу что можно было найти ну вора можно украсть я не понял почему они не дали возможность после его захвата а как я покажу если я загрузился у меня нет сейчас печатки кайла сейчас мы из него и добьемся заодно проверю может это был какой-то глюк что если скелета набивать я не получаю в наказание приход читерского админа следящими следящего за божественными игровыми законами отлично а то вдруг кто-то за всю игру как я не нарушал законов игры и так и не знает об этом нововведении а я не помню как это решалось в оригинальной игре там персонажи были не убиваем и которые сюжетно важные или убивай кого хочет на сюжет не влияет но про наказателей наказал наказующих я не помню это точно так парализуем его сначала зарубят скелеты потом загрузимся и нужно будет последний удар нанести именно моим героям и вот посмотрите можно этот символ печать кайлар получить сейчас и мне мне пришлось бы двойной бой выдержать на входе в любом месте на входе что препод драгон спир что подземелья туда крестоносца она может надо подобрать тогда она появится нет свете можно обмануть скрип не до конца продуман он проверяет или умер от пояса от руки героя так теперь нужен другой трюк поэтому мне нужно посмотреть где крайняя точка все не вижу вижу крайняя точка с которой я могу атаковать гада так все возможные варианты что я хочу сделать я хочу убежать за пределы карты до того как меня догонит заточение делаю максимальное ускорение тут очень интересный момент дело в том что я говорил вам с карты я не догадался убежать в прошлом видео но я пытался убежать просто по карте и так так выходило что я убежал где-то вот сюда даже еще не появилось в поле зрение эффект летящего заклинания заточения тем не менее заточение пошло срабатывать без эффекта просто в конец игры появилась рука рассыпающийся так что вполне возможно скрипту все по барабану но я не проверял возможность убежать да убежать можно только вот сюда это понятно это уже парализован да в таком случае вот так вот так вот так атакуйте так уходите а я продолжаю атаковать что неправильно делаю вот так надо же чтобы успеть ты проход не закрыл врачок действительно закрыл ты пошел отсюда хотел завалить всю мою хитрую тактику все жив наверное вот сейчас есть куда ты прешь вот она появилась зовут ее андрус гад но и у нее еще брат не знаю именно тоже гад тут еще гад а мы попытаемся вот так сделать то пошел ты а куда мне отступать весь весь эффект испорчен испытание нужно было сначала как стать и почему снова не поговорю подошел город нужно было с ним поговорить чтобы появились близлежащие локации все все насмарку ну и вот прилетело заточение кстати видите опять же у нас работал до того как я был заточен ух ухи хх хх сволочь ты такая почему-то раньше не подошел кто мне там должен локации открыть генералами может нужно еще поговорить Да, 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 да. Я рад за тебя. Кто там еще может поговорить и рассказать, что мне и где делать? Все, только генералы. Пошли к генералам. А, ну еще Дося расскажет про дерево терновника. Сейчас будем эксперимент повторять. Да, средневековые пережитки насчет того, что на войне мечом слорать пузо можно, а отравить нельзя. Цивилизация успешно научила людей, что на войне можно все. Главное победа. Вспоминается Первая мировая война и Первое химическое оружие. Так, покажите мне локации появились, чтобы я... Да, Кровавая роща появилась. Пошли повтор делаем всего. А куда вы привалили? Интересно. Рассчитан ли скрипт на побег? Надо же, ты и спасбросок умеешь кидать. А я думал, нейтральные существа спасброски всегда проваливаются. Добровольно соглашаются, как я вам рассказывал. Стоп, 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 стоп. А я же выпил бутылку. Так, ребята, идите назад. Я выпью еще одну бутылку на всякий случай. Эксперимент подведем до конца. Начинается. К сожалению, нельзя сохраниться после того, как вы парализовали врага. Считается, что уже идет битва. Так, а я не буду даже ждать ее появления. Она, кстати, пытается появиться поближе к вам. Ну-ка, в рощу. Ничего не прилетело. Теперь попытаемся поспать. Хотя, какая разница, поспал я или нет. Время перемоталось при переходе по локации. Ну, на всякий случай. Это сон. Я уже думал, скрипт прилетел. 20 часов путешествия за мной летело. Заклинание по скрипту заточения. А, все, понятно. Сильная волевая женщина с ребенком. И тут они моды. Показали. Воспитывают ребенка без отца. А отец, тот еще гад, кстати. Из того, что я прочитал, мы еще с ним встретимся. И будем нести справедливость в их семью. Так, ну и что, красавица? Ха-ха, дождалась. Ну и все, эксперимент сделал. Я хотел на этом закончить. Дождалась. Никуда она не денется. И не забудет кинуть. Хотя, эксперимент не полон. Ну-ка. Я не проверил главное. Вы поняли, что? Пусть она кинет заклинание, а я убегу. Читает, да? Я воню. Так, кстати, она читает заклинание, даже если вас не видит. Игра повисла. Ха-ха-ха-ха. Немного не успел. Не успел, надо повторить. Не, не повисло. Просто курсор на карте не появился. То есть изображение не обязательно ждать. Хорошо. Хорошо. Делаю погромче, надеюсь, вы не услышите. Чтоб слышать, как она говорит, нехорошие слова. Слышу, говорит. Полетела. Ну попробуем вот так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, я помню этих гадов. Так, и мне интересно, заклинание меня ждет. Опять читает. Сколько у тебя их? Ай, опять не успел, надо сразу же, как только она разговаривает. Давайте попробуем. Может они у нее конечные. Может они об этом забыли. Может они об этом забыли. Может такое быть? Ну, с другой стороны оно не вылетело. Это мне не нравится. Опять не успел. Конечно, хотелось бы, чтобы она его читала, и оно вылетало. Я не уверен, что если она начала разговаривать, они у нее закончатся. Я в редакторе смотрел, там, ну, дело в том, что вы не увидите бесконечное количество заклинаний. Это уже скрипт управляет. Опять не успел. Да что ж такое. Видео, она очень долетела. Уже считается, что она сработала. Короче, когда идет этот звук ши, надо убегать. Да. Отлично. Кажется, все понятно. Звук ши, убегаем. Я уже увернулся от трех заклинаний, явно их... А, у нее будет максимальное количество быть их пять, если все по-честному. Понятно. Звук ши. Четыре. Конечно, у меня подозрение, что их там... Бесконечное количество, иначе как ее сделать? Неубиваемая. В смысле... Неубиваемая, она и так неубиваемая. Неотвратимая, короче, смерть от ее руки. Все, понятно. Заточение бесконечное. Ну что ж, у вас есть возможность еще раз написать свое мнение, проголосовать. Стоит ли мне пытаться ее победить, используя любые вещи. Но опять же, в интернете, на форумах бимдога я уже прочитал, что никто ее победить не смог. То есть, они прикрыли все дырки. Понятно. Ну что ж, на этом будем заканчивать эксперимент. И сегодняшнее видео, надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь. А я буду с вами прощаться. Желаю вам всего наилучшего. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.